Более 2 миллиардов рублей до конца этого года потратят в Сургуте на переселение жильцов в ветхих и аварийных домов. Большую часть денег выдадут очередникам, чтобы те могли сами купить себе жилье по вкусу. Этой осенью такой вариант стал популярным окружной власти, дали чиновникам на местах свободу для маневра. Теперь каждый квадрат ветхого или аварийного жилья муниципалы оценивают не по минимальным ценам, установленным региональной службой по тарифам, а по средней рыночной стоимости. Разницу добавляют сами. Такой шаг позволил ускорить программу расселения. Алексей Бесеедин уже собирает последние вещи. В своей деревяшке он живет с самого детства, больше 30 лет. Говорит, за эти годы к условиям жизни, конечно, привык. А они, надо сказать, стандартные для всех подобных строений. Скрипящие полы, щели в стенах, перебои с теплом в морозы, грызуны по весне, да и много еще чего. Недавно сургутянина пригласили в мэрию и обрадовали. Дом скоро снесут, пора переезжать. Сумма 4790, что ли, вот так что-то. А квадратов здесь 51 считается. А вот та квартира, которую я сейчас хочу приобрести, имею возможность, 54, кажется. То есть даже больше? Больше, да. Вполне возможно, даже трехкомнатную квартиру на эти деньги приобрести, которые администрация выплатит. Последние пару месяцев, кстати, сургутянин провел в приятных хлопотах. Искал новое жилье. В выборе власти не ограничивают. Переехать можно как в новостройку, так и в спальный микрорайон. Причем поменять можно и город. Средств, которые выдали в мэрии, теперь хватит на квартиру в центре города с косметическим ремонтом. До конца октября деньги взамен ветхому жилью получат еще 400 таких семей. Средняя стоимость от 90 до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Это независимая оценка делается предприятием. И по этой оценке администрация выплачивает. Это очень хорошая сумма, которая сегодня позволяет гражданам приобрести себе жилье в нормальном современном доме. Дела в гору с переселением пошли после распоряжения правительства округа, где муниципалитетам дали больше свободы. До этой осени проблема нарастала как снежный ком. Застройщики отказывались продавать городу жилье для переселения из-за низкой цены, установленной РСТ. А очередники не хотели менять, в свою очередь, пусть и аварийные дома на выплаты взамен. Купить на них можно было разве что комнату в общежитии. Теперь, когда воздуха стало чуть больше, город может себе позволить даже заходить в Далевку. Был использован механизм покупки вещи в будущем, когда мы оплачиваем сегодня под гарантией банка застройщику дом, который только начинает состроиться. Видно, застройщик это тоже интересно, в связи с тем, что он получает оборотные финансы для старта и для реализации. В итоге часть квартир, которые нам необходимы, он нам продает или передает уже, продав, передает по стоимости РСТ. Глыбу волевым решением в Югре удалось сдвинуть с места. Только в Сургуте в этом году в планах освободить 20 тысяч квадратов непригодного жилья. Кроме этого, 175 семей до нового года получат ключи от своих квартир в новостройках. В следующем году в Сургуте планируют застроить целый микрорайон под нужды переселения. Ожидается, что он расположится на улице Киртбая. Как раз там, где планируют строить новую транспортную артерию, а еще возводить школу и расширять инфраструктуру.